Дети смогут ездить на велосипеде по организованным маршрутам в школу. Безопасную дорогу для учеников совместно с муниципалитетом готовы обустроить общественники. Они провели исследование, которое показало, первую четвертую четверть ученики готовы активно ездить на двухколесном транспорте. Вероника Иванова расскажет о велопроекте. Почти все ученики школы номер один на Владимировской живут в радиусе двух километров. Казалось бы, удобно добираться сюда на велосипеде, но делают так немногие. Ведь родители считают, что это небезопасно. Однако пересмотреть свою позицию они готовы, если в районе школы появятся велодорожки, пандусы, знаки, указатели. Ужесточится контроль ГИБДД. И велоактивисты уже готовы создать безопасную среду. Окрестности школы представители организации «Привет велосипед» исследовали сами. Опросили школьников, родителей, учителей. Отмечают, что пока для создания обособленных велодорожек многого не хватает. Но ширина улиц и тротуаров позволяет совместить веломаршруты с пешеходными. Тем более до 14 лет детям можно ездить только по тротуарам. Было достаточно где-то просто сделать пандусы, спуски, где-то пешеходные. Более-менее хорошие просто пешеходные зоны, где можно было спокойно перейти с велосипедом, проехать с велосипедом. Больше такая реконструкция. И, ну, знаки, 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 внимания. В итоге по проекту нужно сделать более 10 пандусов, установить знаки, обозначающие движение на велосипеде, нанести почти полтора километра разметки и оборудовать парковку. Проект уже согласовали в администрации Центрального округа. Осталось найти деньги. Там бюджет не очень большой. Получается, вот этот пилот, порядка 300 тысяч рублей, если не потребуется капитального ремонта тротуара. Ну, вроде бы оно не требуется. Поэтому я думаю, что и поиск финансирования будет не такой сложный процесс. И надеюсь, в принципе, по объемам работ вполне возможно реализовать проект в течение нескольких дней, ну, может быть, недели, уже этим летом. Школьников также готовы обучить правилам поведения за рулем велосипеда в условиях города. А сама школа номер один может стать пионером в развитии велосреды. По улице Владимировской смогут регулярно ездить и любители покататься в Зайльцовском парке. А саму технологию создания комфортных условий для велосипедистов можно тиражировать и в других районах. Вероника Иванова, Данил Смирнов, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.